Добрый вечер, дорогие друзья! Мы чрезвычайно рады приветствовать вас в дисциплинах стенах клуба Алексея Козлова. Меня зовут Кирилл Машков, я главный редактор журнала jazz.ru. Мне попросили пару слов сказать о людях, которые сейчас выйдут на сцену. Мне это очень приятно, потому что приятно говорить о тех, кто, собственно, будет представлять нашу российскую джазовую сцену в ближайшие 2-3 десятилетия. Такие вещи, в общем, сразу видно, когда люди появляются на сцене. Через несколько лет ты уже понимаешь, куда стремиться, кто чем интересуется, кто хочет делать что-то. Есть люди, которые стремятся сесть в хороший оркестр и там оставаться всю свою жизнь. Есть люди, которые будут всю жизнь играть в клубах, и им будет от этого счастье. Есть люди, которые сразу, как только начинают сольную работу, показывают себя как лидеры, показывают себя как авторы, как люди, от которых дальше в развитии джазовой сцены будет многое зависеть. Вот так получилось с Алифтиной Поляковой. Она появилась на сцене совсем недавно. Я помню даже примерную дату, когда у нас в журнале, еще не в бумажном, а в электронном, в интернет-версии журнала, впервые появилось о ней упоминание, еще как о студентке Российской Академии Музыки Егнесиных. И потом она стала играть в оркестре у человека, который ведет оркестровый джазовый класс, в Академии Анатолия Мушеновича Кролла, в Академии Бенди. Потом было пять лет работы в оркестре Игоря Бутмана, собственно говоря, лучшем джазовом биг-бенде в нашей стране. И надо сказать, что это, в общем, завидное положение. Единственная девушка в таком оркестре, еще девушка, играющая на тромбоне, это само по себе положение, которое, в общем, позволяет не особенно напрягаться. Ну, ты все равно самый интересный на сцене, ты все равно самый необычный, тебя все равно будут приглашать. Но нет, выяснилось, что у Алектины гораздо более далеко идущие планы, что она автор, лидер, что она пишет собственную музыку. Как только она покинула оркестр Игоря Бутмана, она стала выступать, собственно, уже к тому моменту довольно много выступала с собственным коллективом, который сейчас выйдет на сцену. Solar Wind, «Солнечный ветер», где вместе с ней играет Макар Новиков на контрабасе, Артем Третьяков на клавишных инструментах подпиона и Игнат Кравцов на ударных инструментах. Там, в этом ансамбле, она запела, стала петь все больше и ярче, и интереснее. И уже из, в общем-то, по-хорошему говоря, аттракциона, девушка, играющая на тромбоне, пусть очень здорово играющая, она превратилась в мастера со своим лицом, который не только играет на тромбоне, еще и поет. Теперь еще и вернулась к саксофону, с которого начинала еще до тромбона, и выяснилось, что у нее и на саксофоне есть свое собственное лицо. В общем, вот такая стремительно вознесшаяся на нашем джазовом небосклоне звезда. В общем, да, уже звезда, уже мы говорим о том, чтобы Алектина выступала и на международных фестивалях. Если все будет хорошо, и артисты будут продолжать ездить за границу, то это непременно произойдет, и я надеюсь, что уже достаточно скоро. В общем, мы с вами присутствуем при стремительном подъеме этой яркой звезды в стратосферу и дальше в космос. Сегодня мы представляем первый ее авторский альбом, который называется «Нарисуй меня» – «Paint Me». Он вышел, естественно, на фирме-грамзаписи Art Beat Music, который выпускает сейчас в Москве и вообще в России, в общем, фактически всю самую интересную молодую музыку. Альбом – это ее первая работа, я совершенно уверен, что не последняя, что дальше ее работа будет продолжаться. Но сегодня мы представляем, слушаем материал альбома «Paint Me». И я вместе с вами рассчитываю получить от этого значительное эстетическое удовольствие. Алифтина Полякова и Сона Руэлит. АПЛОДИОН Не, у меня откуда-то куча один остался. Так, это куча. Так, это куча. Я кончился. А ты жива? И ветер, жалуясь и плача, Раскачивает лес иначе. Не каждую сосну от дерева, А полностью все дерева С обсередания беспредельны, Как парусников кузова На кладе бухты, на карамель. И это не из удальства, Не из ярости, без цели, А чтоб в тоске Тебе Для песни Колыбель Стоп-союз Тебя Стоп-союз Субтитры подогнал «Симон» 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 Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал! 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 а а и 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 Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Игнат Кравцов, Игнат Кравцов, Игнат Кравцов, Игнат Кравцов. Хороший рот Артём Критиков, и, как живой, незабываемый школьник. Последние две ноты, круг 4-5, на смычке, с мычком. Макарнелева. Каждый из нас не из вас. Есть прошлое свое, не ваше. Интересное, грустное, радостное, светлое. Но оно есть всегда, всегда оно будет. Может быть, даже всегда и было в прошлом. И сейчас мы сыпляем балладу, сейчас в ее балладу мы сыпляем. Балладу, которая называется «Письмо в прошлое». И каждый из вас напишет свое письмо в свое, в свое прошлое. Чем больше. Играет музыка. Звучит 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 музыка.